Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня веду я, Михаил Горин, а с нами на связи израильские журналисты Давид Шехтер. Здравствуйте, Давид и Марк Горин. Здравствуйте, Марк! Здравствуйте! Ну, по сути дела, главная такая политическая интрига последних дней, да и думаю еще в будущих месяцев, как минимум, это возможная сделка бывшего премьер-министра, ныне главы оппозиции, Бениамина Тиньягу с юридической системой страны. Как известно, Бениамин Тиньягу является фигурантом нескольких уголовных дел, которые сейчас рассматриваются в израильском суде. И вот речь идет о том, что, возможно, он заключит сделку с госпрокуратурой, досудебную так называемую, о том, что он частично признает вину по некоторым обстоятельствам некоторых дел, понесет некоторое договорное наказание, а суд, скорее всего, утвердит эту сделку, хотя имеет право и не утверждать. Это в распоряжении израильского суда. Споры идут вокруг формулировки, собственно, дьявол, как известно, кроется в деталях, поэтому споры идут вокруг того, в чем же признает себя Бениамин Тиньягу виновным, какое наказание понесет и к чему все это приведет, а самое главное, будет ли общественное порицание, так называемый колонн, который в случае его появления закроет Тиньягу на 7 лет существования в политике. У этого дела есть много технических особенностей. Я предлагаю их оставить в стороне, потому что они меняются каждый день и сосредоточиться на двух главных вопросах. К чему приведет в израильской политике такая сделка, в принципе, вообще в политике? И к чему она приведет конкретно в партии Ликут? Давайте сначала разделим эти два вопроса, сначала сосредоточимся на одном, а потом будем говорить о другом. Итак, начнем с того, как это может повлиять вообще на политическую и общественную жизнь тоже, потому что многие израильтяне возмущены самим предположением о том, что такая сделка будет заключена. Давид Шехтер, пожалуйста. Вы знаете, и у Натаньягу, и у судебной системы есть очень веские доводы для того, чтобы добиться этой консеркции об этой досрочной сделке, хотя сегодня, я должен сказать, что есть самые разные слухи, но все это спекуляции, что там происходит на самом деле за кулисами, мы не знаем. Так вот, у Натаньягу, как бы, доводы, причины очень простые. Ему 72 года, дело уже, суде длится, досмотрение, около двух лет. До сих пор были заслушаны три свидетеля, а их всего не 200, и не 250, а 300 человек. То есть, такими темпами дело будет продолжаться еще лет 7 или в 8. И закончится оно, когда Натаньягу будет уже под 80 лет, то есть, он все свои последние нормальные, здоровые и полные силы Гобель должен будет подарить ему на то, чтобы ходить на эти судебные совещания. Ему это не хочется, и это вполне понятно. Это очень сильная причина, очень сильный довод для того, чтобы он постарался найти какое-то компромиссное решение. Что касается судебной системы, то у него довод еще более сильный, и его озвучил не кто иной, как Арон Барак. Я хочу напомнить, что именно Арон Барак, он был тем человеком, который лоббировал, проталкивал идею об этой сделке у генерального прокурора Авихая Манденблита. Причем Арон Барак, для тех, кто не знает, это не просто бывший глава Верховного Суда. Это тот, кто создал, породил и осуществил так называемую революцию юридическую у нас в Бизаре, и Бен даже сформулировал ее, он сказал, «аколь шафит», то есть все подсудно. То есть суд с точки зрения Барака имеет право вмешиваться в абсолютно все сферы деятельности, и тем самым Барак посуществовал, что мы сейчас живем в эпоху судьи, когда судьи, а не народ, не избранные политики, они решают все. И вот именно этот человек, как Арон Барак, который пользовался абсолютным авторитетом у большей части из ледян, и главным образом у тех, кто принадлежит к левому спектру из заайской политики, он пошел на то, чтобы лоббировать эту стеку, и Бен знал, что его ждет. Он знал, что он себя посылает в большую критику, и факт, что вчера был очередной выпуск, единственная самая популярная израильская передача, замечательная стена, и в ней по нему было сказано так, «Ты, Арон Барак, был еще недавно маяком совести для нас, для всех, а сегодня ты даже не велосипедный фонарик». Вот так его там не извели. Тем не менее, он знал, что это будет, и на это пошел. А почему? Он говорит так. Продолжение суда над Натаниалом усиливает раскол в народе. И на мой взгляд, это очень точное определение, поскольку уже сейчас, когда были всего лишь три свидетеля, дело начало разваливаться, уже скоро мы можем ждать, что появятся судебные дела против тех, кто вел расследование свидетелей на Таньягу, поскольку они нарушали законы самым грубым образом. И поэтому Арон Барак очень боится, что если дело это продолжится и дальше в суде, и все новые и новые подробности будут выходить наружу и становиться известным всему обществу, то это приведет к полной потере у большинства из-за лицан доверия к судебной системе. А это действительно может обрушить всю нашу структуру власти и привести к хаосу, привести к тому, что возникнет действительно ненависть взаимная, очень сильная. И поэтому, исходя из вот этих вот соображений, Арон Барак сказал, что давайте мы закончим. Даже те, кто хотят видеть Библию в тюрьме, пусть они успокоятся в тюрьме, он не пойдет, давайте мы быстренько все это закроем, чтобы не доводить сыну до трестрая. И я думаю, что вот эти вот две вещи очень важные, и они, если сделки не будут, они действительно, к сожалению, могут реализоваться, и это будет плохо для всех, и для Наганьягу, и для судебной системы, и для всей нашей страны. Марк, слово вам, в принципе, вопрос тот же, как же повлияет это на политическую систему и на общественное мнение, вся эта сделка, ее отсутствие, или наоборот, заключение этой сделки. Я только вдогонку еще небольшой вопросик задам, отталкиваясь от слов Давида, точнее от слов Барака, который сказал, что надо это прекратить, чтобы окончательно не пересорились сторонники и противники Натаньягу. Это не его прямая цитата, но я просто передаю смысл. Но сторонники и противники Натаньягу, в принципе, они настолько принципиальны, что неужели отсутствие Натаньягу на политической сцене заставит их побрататься? Да, пожалуйста. Я сперва хочу буквально два слова, поскольку имя Аарона Барака здесь, вот уже в ходе нашего разговора, звучало, и звучало, как бы, ну, как бы, как очень авторитетная позиция. Хочу сказать, что сколько я здесь, в Израиле, и пишу там о политике, столько правый лагерь проклинает, право религиозные преимущества, проклинает Аарона Барака, выдающегося юриста и правоведа, что и показывало то, что этот лагерь интересовала не истинно, а как бы свой личный интерес той или иной политической ситуации, который развивался оппозицию Аарона Барака, о которой много лет придерживался. Это просто, так сказать, начало разговора. Теперь, что по поводу того, что вот и ведущий спросил, и того, что происходит. Ну, у нас впереди вопрос о том, что произойдет Ликуди. Давайте мы его пока отложим в сторону. Да-да-да, вот я как раз говорил, он во многом смыкается, но поскольку он не звучит, то будем говорить с другой стороны. Дело в том, что мы чрезвычайно служили. У него очень много сторон. Если говорить политически, то я, как человек, считающий для страны, ну, очень отрицательным тем, что много лет господин Нитаниягу возглавлял правительство, стал очень вредным для общества, во внутренней политике, в первую очередь. Да, и в чем-то и во внешней. Я мог бы как бы удовлетвориться тем, что вот будет этот самый колонн, или два колонна, как два погона, и трех не жалко, и этот человек уйдет из политики. Казалось бы, но это если политически, если же говорить с точки зрения истины, то, видите, это все-таки действующий премьер-министр, действующий до недавнего времени, в течение достаточно многих лет. Он строил страну, даже такой мелкий пасек, пакостник, как Машек отца, который запомнился только этими шашнями, и тем, что он отменил празднование двухтысячелетия. И тот, как говорится, привлекал внимание с самим фактом президентства, но, тем не менее, это была не та фигура. Здесь же действующий премьер-министр, глава правительства, действующий до недавнего времени. И он олицетворяет страну. И просто так согласится с разделкой. Этот человек еще недавно говорил, ничего нет, потому что ничего не было. А со всех трибун разрушал нашу юридическую систему, у которой сегодня выпрашивают поблажку. Так было или не было? Это не шутка, это речь идет о нас всех в целом. Если он не виноват, тогда за что кого он? Тоже плохо для общества. Если он виноват, ну, знаете, там три месяца этих работ, обязательных работ, при том, что ему инкриминируется, в общем, не знаю. Все это с одной стороны плохо. С другой стороны, действительно, барак, Арлан Барак, я имею в виду, во многом прав. Действительно, это потрясение для общества. И, может быть, стоит на него пойти и, в конце концов, решать суду. И сделка, она суд не обязывает ее принять. Решает все равно суд. Ни прокуратура, ни адвокатура не могут заставить суд согласиться с сделкой. Решает все равно суду. Есть суди в Иерусалиме. Или будет признать, что суд доведет дело до приговора, который, как сказал один адвокат, неизбежен, как восход солнца. Или заход солнца. Либо, действительно, суд скажет «да», во имя общества, во имя всего, ну, пусть будет так, ну, вот, да. Вот пусть судьба этого человека послужит компенсацией общества все тот довед, который он ему нанес в свои руках. С моей точки зрения. Вот. И, наконец, то же, чем спросил ведущий, могут ли это вопротать. Думаю, что, вы знаете, как ни странно, отчасти могут. Потому что в обществе у нас есть левый лагерь, есть правый лагерь, есть арабский сегмент общества, светский. И большинство общества, как показала практика, не хотело больше этого человека ввести в голову и правительство. Оно осознало, насколько это время, большинство общества. Осознало. И очень может быть, что Ликут, освободившись от вот этого, так сказать, от этой внутренней, внешней диктатуры, этого безусловно яркого и неординарного политика, поставивши все свои способности на службу только себе и своей семье. Я в интересах. Ликута, люди в Ликуде. Марк, извините, я перебью, мы как раз подходим ко второму этапу. Объединяться в товарищеских, политических смыслах с теми, кто сегодня представляет правый лагерь в сегодняшнем правительстве. Это появится новая конфигурация власти. Но это уже следует вопрос в следующей части разговора. Да, Давид, как я и говорил в начале, у этой проблемы есть другая. Как это повлияет на политическую жизнь страны, на судьбу будущей коалиции, хотя это очень долгий разговор, но наиболее интересная здесь часть это то, что произойдет в Ликуде в случае, если Натаньягу да, подпишет эту сделку и вынужден будет на короткий ли срок, на долгий ли срок уйти из политики. К чему это приведет? Потому что сейчас такое впечатление, что все ведущие фигуры в Ликуде, которые гипотетически готовы претендовать на место нынешнего короля, затаились, потому что не знают, что им делать. То ли уже начинать предвыборную программу, кричать «Акела промахнулся», то ли все-таки еще подождать? Ну, Бениамин Натаньягу это великий политик, это, на мой взгляд, лучший из всех премьер-министров, которые были в государстве Израиль, который многие годы, 25 лет был одним из ведущих политиков нашей страны и премьер-министром, и который внес огромный вклад в то, Израиль сегодня является державой во многих сферах политической, экономической в Кайтыке. Поэтому, когда он уйдет, если он уйдет, то образуется огромный вакуум, который заполнить никто не сумеет. Мы видим, что сегодня те, которые пришли ему на смену в власть, это люди, которые даже подметки ему не годятся и тот бардак, они устроили в стране, что они тут устроили с короной, с полной неразберихой, давили страну до 200 тысяч человек, заболевших в день, в день, в день, по 25 человек сейчас умирают, в день, она нам показывает, что замены Натаниагу достойной нет. Я не знаю, будет ли в Ликуде достойная замена, заменить его очень сложно, но там действительно есть несколько очень достойных людей, есть 4 человека, которые претендуют на то, чтобы занять пост главы Ликуды, Мири Регов я сразу отметаю, шансов у нее нет, Нир Баркат, который тоже претендует, у него есть проблема, он человек, конечно, способный, но у него нет опыта политического такого достаточного для того, чтобы возглавить Ликуды и претендовать на пост премьера. Он был мэром Идиус Рима, это немало, я не спорю, но у него нет опыта работы во всех этих больших системах власти, он не поглотился в достаточное время в Кнесте, он не посидел на министерских постах, без этого человек не может стать главой правительства. То есть остаются два человека, это Исраиль Касс и Юлия Эддельштейн, оба они имеют большой опыт в политике и в большой политике, Касс был министром генстерных дел, был министром инфраструктуры через лет очень успешно, ну, потому что я вообще был три каденции спикером Кнеста, то есть занимал второй по значимости пост государства и был прекрасным спикером, поэтому я думаю, что основная борьба будет идти между ними, а баркат еще есть одна вещь очень мелкая, но на самом деле которая может тишить все. Баркат человек очень богатый, да, у него есть много денег, он их кладывает, но кто-то с ним лично общался, он знает, что у него есть нервный тик на лице, его лицо постоянно подергивается, то есть ничего в этом страшного нету и криминального, но человек, который претендует на пост премьера, не может вот так вот говорить на камеру крутым планом и у него подергивалось лицо. По-видимому, это такая проблема, которую Баркат в своих деньгах убрать не может, то есть я думаю, что это будет тем фактором, который ему не даст возможность выиграть Промерис. То есть вещь идет о борьбе между Эдмельштейном и Кацом, понятно, что все мои симпатии находятся на сцене Юлия Баркат и я надеюсь, что может быть в Ликуде останется, Ликуд будет поддерживаться традиции, поскольку до сих пор Ликуд возглавляли либо выходцы из Российской империи, либо их дети. То есть Бегин и Шамир приехали из Российской империи, А Биби и Шарон были детьми Олим из СССР из России или из СССР из Румынии. Поэтому я надеюсь и хочу верить, что выиграет Юлия у меня нет никакого сомнения, что он будет очень достойным премьер-министром. Марк, слово тебе, в принципе, вопрос тот же. Каковы прогнозы, что произойдет в Ликуде, а это по-любому сейчас самая крупная партия, набирающая по всем вопросам, несмотря на то, что она находится в оппозиции, набирающая наибольшее количество мандатов. Что там произойдет в случае, если Бениамин Таньягу уйдет из политической жизни? Я во многом согласен с своим полемическим оппонентом, близким товарищем Давидом. Действительно, нынешние руководители в подметке Биби не годятся. У них нет ни одного уголовного дела, под которым они находятся, а у Биби их целая коллекция. Они не создали ни одного локдауна. То, что Давид пытается приписать количество заразившихся, это просто другая зараженность у этой модификации. И не надо тут сваливать на правительство, она просто другая. Там у вас страшнее, но у этой другая зараженность, заражаемость. Они не раздавали ультра-ортодоксам огромные суммы, созданные трушниками. Они во многом действительно у них нет тех талантов, которые были у предыдущего премьер-министра, и народ с этим, как говорится, разобрался. Что касается Ликуда, мне кажется, как ни странно, что очень во многом будущее Ликуда сиждется не в Ликуде, находится не в Ликуде, а у тех правых партий, которые представляют правительство, которые тоже представляют Ликуд, только Ликуд без Детани Якуб. Какие-то группы примкнут к САРу, когда они с ним сотрудничали, когда он был в Ликуде, какие-то, возможно, особенно русскоязычные, примкнут к партии Либермана, не менее правые, какие-то, возможно, к главе правительства, у которого есть свои возможности для привлечения и привлекаемости, то есть это вообще не в Ликуде. Что же касается самого Ликуда, я и здесь согласен с Давидом, мне тоже, я никогда в жизни никого с Розой Ликудой, надеюсь, не буду, и вообще, как бы, мы видим, во что он превратился, бесконечные судебные иски и так далее, вот, но если состоится, и Юлия Эдрештейн, мне тоже симпатичен, я, безусловно, если он возглавит Ликуд, буду ему симпатизировать, хотя, без симпатии к самому Ликуду, но так уж получилось, это яркая личность, очень интересный, интеллигентный, умный, талантливый человек, и еще раз говорю, я не голосую за Ликуд, только даже, если он возглавит Эдрештейн, но если он его возглавит, то будем надеяться, что эта партия вернется к своим истокам, которые были сейчас заложены с животинкой, у которого там давно забыли. Коллеги, большое спасибо за этот разговор, на этом все, напомню, что с нами на связи были журналисты Давид Шехтер и Марк Горин, всего доброго.